Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцов Сергей, и сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о перверзном нарциссе. Происходит некое недопонимание, на мой взгляд, данного типа нарцисса и данного термина, да, перверсии. Дело в том, что сама перверсия, как правило, в российской, по крайней мере, психиатрии используется как, смотрите, сексуальные какие-либо роды отклонения, да, сексуальные какие-либо роды особенности, и мы об этом будем говорить в формате, ну, рассуждения о перверсии. Если вам интересно поговорить о самих перверсиях, мы можем с вами договориться в комментариях, да, вы мне напишите, что интересно, если я вижу, что это не один-два человека, то мотивация моя возрастает, и действительно, этот ролик очень скоро выйдет тогда. Значит, о чем речь? Речь о том, что, когда мы соединяем перверсию нарцисса, действительно, такое может быть. И может быть у нарцисса, ну, какие-либо могут быть перверсии. Но таким образом к нарциссу мы можем, ну, допустим, может у нас нарцисс ввиду особенностей, да, его жизнедеятельности получить какое-либо фобическое расстройство. Ну, теоретически может. И мы можем добавить к нарциссу, там, фобический нарцисс, да, допустим, к примеру. И то же самое, там, прогуливаясь по разным таким, так скажем, каким-либо отклонениям небольшим от нормы акцентуации, мы их можем надевать на нарциссы. И таким образом у нас получится, что мы все расстройства, да, какие-либо можем надеть на нарциссы, девиации какие-либо можем надеть на нарциссы. И у нас куча типов нарциссов получается. То есть, говоря другими словами, как только я меняю маленькую какую-либо структуру нарциссы, я тут же создаю новый тип нарциссы. Таким образом, для вас, как для обывателя, может создаться впечатление, что этих типов нарциссов великое множество. Но, дорогие друзья, на самом деле, даже когда учат психологию, психиатрию так не делают. Отдельно учат девиации, отдельно учат, допустим, фобии, отдельно учат перверсии, все вот эти вещи, понятия, их учат отдельно. А потом надевают на каждый психотип, если у него вот эта вот маленькая структура личности имеет подобные особенности. У, соответственно, перверстного нарцисса, у него основной будет момент, это нарциссическое расстройство личности, да, и мы его должны с вами будем разбирать. А нарциссическое расстройство личности и что такое нарцисс и так далее, я многократно проговаривал во всех видеороликах своих. И вы не найдете здесь, на самом деле, ничего нового. То есть, у понятия перверзный нарцисс структура не меняется. Просто мы добавляем какие-то перверсии и говорим о них. Но для обывателя нет смысла разбирать, ну, то есть, вот это вот, в этой приставке теряется смысл для обычного обывателя, понимаете? Потому что ее, как я уже говорил, можно, ну, не обязательно, что ваш нарцисс, друг, коллега, там, сексуальный партнер именно будет перверзным, да, или, может быть, какие-то вещи еще будут туда надеваться помимо перверсии. То есть, это индивидуально разбирается, это уже особенности такие тонкие личности, индивидуальные. А вот если мы будем, почитаем, там, загуглим, что такое перверзные нарциссы, там, на Яндекс.Дзене где-то вылазит, видео Яндекса вылазит, какие-то описания, мы видим, что все-таки люди пытаются как-то описывать их. И я так понимаю, ну, может быть, здесь маркетинг какой-то влияет, но я себе позволю, со многими моими коллегами, кто это писал, снимал, не согласится. То есть, здесь они описывают нарциссизм так называемый акцентуированный. То есть, вспоминаем, у нас в медицине есть норма, акценты, патология. И вот когда они описывают яркий такой нарциссизм, они его называют перверзным. Ну, на мой взгляд, это несколько неправильно. Может быть, на Западе так используется, да, но это вообще вводит в некую путаницу. У них тогда нарцисс особо-то ничем и не меняется. Просто у него обостряются вот эти вот яркие черты нарцисса. То, что говорят, что перверзные нарциссы, они еще опаснее, они там могут часами выслеживать, часами, годами эту жертву, да, высиживать ее, как бы завоевывать. То есть, не факт. Здесь опасность нарцисса, как я говорил, зависит в первую очередь скорее от его интеллекта, да. А уже все остальное, оно как бы от интеллекта позволяет ему быть опасным или не опасным. Потому что, ну, если вы его сразу вывели, да, он глупый какой-нибудь, да, просто очень глупый-глупый нарцисс. Ну, его сразу будет видно. Будь то он перверзный, будь то он скрытый, открытого типа, да. Вот эти вот скрытые и открытые нарциссы, как в ДСМ-5, там есть разница. То есть, посмотрите мое видео о трех типах нарциссов. Социопатический нарцисс, есть разница. То есть, их нужно знать, эти подтипы. Но, на мой взгляд, вот это понимание перверзного нарцисса, оно просто не нужно обывателю. Не нужно вас вгонять в путаницу. И я просто, когда снимал видеоролики, я думал, вы сами об этом как бы додумаетесь, да. И, соответственно, ну, у меня там есть в видеороликах, я немножко говорил о типах нарциссов, что это такое и с чем это едят. Поэтому, дорогие друзья, смотрите, вот, если вам интересна тематика типологии личности, во-первых, посмотрите все мои видеоролики на эту тему. А, во-вторых, соответственно, ну, когда вы изучаете этот вопрос, ну, хотя бы посмотрите, если уж не все видеоролики на тему вообще типологии личности, но нарциссизма точно. Потому что, если вы не посмотрите, вы вот это семантическое ядро теряете. Потому что я его составлял, исходя из-за американских и российских классификаций. То есть я как бы вот старался выделить для вас самые моменты простые, которые для обывателя важны, понимаете. А так вы будете путаться. И использовать терминологию, у вас там миллион этих нарциссов получится. И вы во всем этом запутаетесь. И просто, ну, тема изучения научного такая правильная, да, и простая. То есть такого тема научпопа, она просто похерится на самом деле. То есть понимание, мы зайдем в кучу тупиков сейчас. Начнем все подряд изучать и надевать, и непонятно, как это структурировать. Поэтому у меня уже все структурировано. Смотрите все мои видео про нарциссов. Они все немножко взаимосвязаны. Где-то одна другая информация появляется. Там есть весь основной базис нарциссический. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал. Заходите ко мне в гости в мой, соответственно, инстаграм. И я вас всех жду на консультациях онлайн. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. ПОДПИШИСЬ!